Музыка Перед летним отпуском подводим итоги. С чем связан новый рост протестной активности в стране? Почему власть говорит о начале роста экономики, а реальные доходы россиян продолжают сокращаться? Действительно ли западные санкции пошли на пользу российской экономике? Об этом говорят наши постоянные эксперты, историк Андрей Зубов, политики Борис Надеждин и Виктор Пахмелкин, экономист Андрей Нечаев, публицисты Дмитрий Орешкин и Кирилл Рогов, политолог Александр Шаравин. В эфире программа «Диалог». Здравствуйте! Наступает пора отпусков, на время которых обычно затихают политические страсти. Острые проблемы уходят на второй план. Люди стараются отдохнуть и набраться сил за наше такое короткое лето. Поэтому подведем итоги первого полугодия. Этот год интересен прежде всего столетним юбилеем революции в России. Любители аналогии проводят сравнения между 1917 и нынешним 2017 годом. Исторические параллели напрашивались и в 2014 году, когда Крым стал частью России, а рейтинг президента Путина взлетел до 86%. Это время сравнивали с началом Первой мировой войны в 1914 году. Тогда вся страна сплотилась вокруг императора. Но прошло два с половиной года войны, и отношения народа и власти изменились настолько, что Николай II вынужден был отречься от престола и некому было защитить императора и его семью. Сейчас пока явных признаков к подобному развороту нет. Впрочем, и в 1917 году революция оказалась для современников неожиданной. И о причинах крушения империи историки спорят до сих пор. Почему буквально в несколько дней прекратило свое существование величайшее, ну или второе по величине, если читать Первую Британскую империю, или второе по величине государства мира? Как это могло произойти? Я смею вас заверить, что до сих пор историки теряются в загадках. В общем, ясности нет. Но факт есть. Уже почти сто лет мы живем без России. Мы живем в государстве неком, созданном большевиками. Но Россия вот исчезла в 1917 году. Как же так могло произойти? Со страной, которая занимала шестую часть суши и имела 180 миллионов населения. Она, безусловно, не была самой богатой страной мира, но была далеко не самой бедной и была далеко не самой слаборазвитой. Причинами революции стали обострение общественных отношений, проблемы в экономике, политике, социальной и духовной сферах. Все это усугубилось тяготами мировой войны. Свобода, равенство, братство. Под этими лозунгами объединились граждане страны, и монархия в стране была не изложена. В феврале не прелюдия, к октябрю не пролог катастрофе. С точки зрения элит это была экстренная попытка вывести власть из состояния деградации и спасти ситуацию в стране с позиции общества запоздалое. Но решительное отрицание политического макобесия, иррационализма, коррупции и надежды на прорыв к политической модернизации с праведливым устройством. В 1917 году попытка прорыва к политической модернизации и справедливому устройству не удалась. К власти пришла партия большевиков, установившая в стране террористический режим и изолировавшая страну от внешнего мира. В подобной международной изоляции оказалась наша страна и сегодня. В этих условиях верховная власть особенно рассчитывала на улучшение отношений с США при новом президенте Дональде Трампе. Но эти ожидания не оправдались. Во многом потому, что в отношении России у самого Трампа руки связаны из-за обвинений в вмешательстве российских властей в выборную кампанию. Людям казалось, что вот с этого момента Трамп будет начинать пророссийскую политику. Что мне казалось странным. Хотя логика понятная. Традиционно еще с советских времен считалось, что республиканцы более удобные для советской власти и, соответственно, для нынешней московской власти партнеры, чем демократы в Соединенных Штатах. Потому что американцы, прагматики и республиканцы, как символ такого американского прагматизма, исходили из того, что называлось разделение мира на сферы влияния. Вот есть мир, где работает американская система ценностей и есть Восток, которым командует Советский Союз. И республиканцы, как мыслилось в советские времена, старались не вмешиваться, не лезть слишком глубоко в царские дела условного Востока, занимаясь своим внутренним миром. Повышая экономическую эффективность, развивая бизнес и так далее. Кроме этого, просто в Москве очень надеялись, очень не хотели прихода к власти госпожи Клинтона. Любая другая альтернатива смотрелась лучше. Неявная помощь Трампу воспринималась как некоторый компромат на него. И предполагалось, что Трамп будет зависим от данных, которые в руках у наших спецслужб. Если он будет себя плохо вести, то есть угроза, что будут опубликованы данные о том, что на самом деле он победил с помощью зарубежной страны. Он этого не захочет, поэтому он не захочет ссориться с Россией. Но этот такой достаточно простодушный расчет из советских шаблонов выбрался наизнанку, потому что эти данные утекли, помимо воли тех, кто их держал в кулаке. И теперь получилось прямо на противоположная ситуация. Трампу надо доказывать, что он не зависит от России. И поэтому ему пришлось занимать даже более отчетливую антироссийскую позицию, для того, чтобы показать, что он победил честно. И на самом деле он никакой не ставленник Москвы, в чем его обвиняют его противники. Ключевым пунктом выхода России из международной изоляции могла бы стать отмена санкций. Но пока отношения с Западом развиваются скорее в сторону ужесточения санкций, а не их отмены. Отмена санкций, мне кажется, для России очень важна. И когда у нас говорят, что санкции это даже хорошо, я понимаю, что это не более чем фигура речи, потому что от санкций нехорошо никому. Не нам, не Европе, американцам, может быть, в меньшей мере, потому что у нас очень невеликие экономические отношения с этой заокеанской страной. А вот для нас это как раз очень серьезно. Поэтому я думаю, что все-таки в конце концов, если мы сумеем наладить сотрудничество хотя бы по Сирии, то постепенно режим санкций будет отменяться. Но ждать, что это произойдет завтра, мне кажется, совсем не следует, потому что, мне кажется, президент Трамп не похож на того человека, который будет скоропалительные какие-то шаги совершать. И хотя он начал действовать достаточно энергично, он прежде всего действует там, где уже абсолютно ясно, что нужно делать. Что совпадает с его планами, совпадает с предложениями его экспертов ближайших. Я думаю, что режим санкций будет отменяться лишь после того, когда сотрудничество из декларативных лозунгов перерастет в реальность. Отмена санкций, конечно, облегчит долговое время и снимет нагрузку по расчетам, по долгу, который сейчас резко уменьшился, но он еще сохраняется. Внешний долг достаточно значительных объемов, там под 500 миллиардов долларов. Ну, снизит нагрузку с текущих валютных доходов и снизит нагрузку на резервы Центрального банка. А компании смогут реструктурировать свои долги. Во-вторых, это позволит Минфину выйти на рынок внешнего долга и финансировать, соответственно, дефицит бюджета за счет займов не только на внутреннем рынке, но и на внешнем. Но я пока довольно пессимистически отношусь к перспективе отмены санкций, потому что Трамп, человек, конечно, очень специфический, но он, в первую очередь, сконцентрирован на проблемах внутриамериканских. Когда мы говорим об отмене санкций для России, нельзя забывать, из-за чего они были приняты. Они были введены из-за событий в Украине. Евросоюз по-прежнему настаивает, смягчение санкций возможно только в случае полного выполнения Минских соглашений. А здесь пока прогресса не видно. Даже когда Россия вошла в Грузию, в Абхазию, Южную Осетию, пошумели, но санкции не ввели, потому что там не было... Мы же не присоединили себе с Хинвалом. Если бы мы Крым не взяли в состав России сразу, а вот эту ситуацию подвесили, начали бы затевать какие-то международные конференции, а при том, де-факто территория была бы наша, потому что украинские войска там даже не сопротивлялись, большая часть просто стала российскими. Вот, то не было бы никаких санкций, очевидно, абсолютно. Где была грань, которую там Европа и Америка сильно напряглась? Гранью было именно включение Крыма в состав России. Я как бы оставляю за скобками вопрос, что крымчане действительно этого хотели. Но, знаете, осетины тоже все хотят в Россию постоянно. И Приднестровье хочет. Но мы же их не берем, да, мы как бы так понимаем, да. А тут вот Путин принял такое решение. Уже довольно четко сказано, что санкции будут продолжаться, пока Крым не будет освобожден. Издержки, связанные с нагнетанием ситуации на Украине для России, будут слишком велики. Вот есть такая вещь, как усталость от отступления. Запад очень долго и очень много отступал. Он не обращал внимания на то, что были нарушены договоренности с Западом по случаю Грузии. Это создало ощущение у Кремля, что надо и дальше двигаться в этом направлении. Запад слаб, труслив, толерантен. Он хочет иметь бизнес из южуал, он хочет торговать. Ну, понятно, у Германии было 6 тысяч совместных предприятий в России. И в том числе немецкие бизнесмены, они платили налоги и в германскую казну тоже. Поэтому для Германии с точки зрения бизнеса санкции против России не радуют, так скажем. На это был расчет. Но когда раз за разом один и тот же рецепт, один и тот же технологический ход применяется, мы сделаем, а вы утретесь. Мы возьмем Крым, а куда вы денетесь? Вот здесь отступать уже стало некуда. И здесь международная общественность была вынуждена принимать какие-то меры. И вот я думаю, что наступило новое качественное состояние, когда, условно говоря, Запад не склонен дальше отступать и дальше примиряться с теми манерами политического поведения, которые усвоила московская элита в последние годы. Положение значительной изоляции страны на международной арене не может не сказываться на состоянии экономики. И хотя и на прошедшем в Петербурге экономическом форуме, и во время прямой линии президент излучал оптимизм, и приток инвестиций к нам возобновился, и рост экономики уже наблюдается несколько месяцев, это расходится с реальным состоянием дел. Ну, вообще наши руководители где-то с конца апреля 2015 года говорят о том, что дно пройдено, и скоро начнется бурный экономический рост, но дно оказалось таким многослойным. И хотя действительно по формально ряду макроэкономических параметров можно говорить о том, что в России начался экономический рост, предельно скромный, оценки на этот год колеблются от 1 до 2%, то есть это ниже, чем темпы роста мировой экономики, но это как бы такая средняя температура госпиталя. Если же говорить о буроне жизни населения, то он, во-первых, беспрецедентно. По ряду параметров, скажем, по падению покупок продовольственных товаров, у нас снижение было больше в ходе этого кризиса, чем во время кризиса 1998 года, который, конечно, был гораздо более глубоким, гораздо более разрушительным, но вот, скажем, по падению покупок продовольственных товаров, еще раз говорю, оно было глубже, чем в кризисе 1998 года. А в целом снижение реальных доходов населения составило за 2 года где-то 15%. Это, конечно, ощутимо, и я думаю, что многие ваши телезрители на себе просто почувствовали то, что уровень жизни снизился. И в этом плане, к сожалению, пока похвалиться нечем, потому что в апреле опять произошло падение реальных доходов населения. Для того, чтобы наметиться сколько-нибудь существенного роста в экономике, важно, как чувствует себя бизнес. Что мешает его успешному развитию в нынешних условиях? Экономическая неопределенность – это действительно очень серьезный момент негативный, потому что вот сейчас идут жаркие дискуссии о том, не надо ли нам напечатать денег для того, чтобы стимулировать спрос, в том числе государственный спрос. Парадокс стоит в том, что у нас в банковской системе сейчас профицит ликвидности примерно 1,8 триллиона рублей. А если брать рублевые и долларовые счета, ну примерно 1,4 триллиона. Это большие деньги. И тем не менее кредитование и физических лиц уже несколько лет сокращалось. И, кстати, если говорить о потребительском спросе, то это уже, конечно, на стороне политики Центрального банка. Я бы, конечно, облегчил условия кредитования, снизил бы регулятивные требования, потому что у нас долгое время опережающий бурный рост потребительского кредитования был серьезным фактором роста потребительского спроса. Вот последние где-то примерно 2 года мы впервые вообще в современной истории России наблюдаем сжатие, абсолютное сжатие потребительского кредитования. Ну и, соответственно, потребительского спроса. Так вот, деньги-то есть в банковской системе, а банки не кредитуют, потому что нет доверия между клиентами и банками, нет доверия между банками, между собой. Но самое главное, ни у тех, ни у других нет доверия к экономической политике правительства. Практически все признают, что защитить права предпринимателя и дать свободно развиваться малому и среднему бизнесу невозможно без обуздания коррупции. Но почему же меры по борьбе с коррупцией остаются неэффективными? В борьбе с коррупцией не должно быть красных флажков. А сюда ходить нельзя. Вот тут вот мэров трясти можно, а тренеров по джидо нельзя. Такое правило, в законе непрописанное. Так вот, когда эта борьба ведется по понятиям и с элементами явной компанейщины, дайте вот, а теперь вот покажем, что мы в этой сфере кого-то наказали. Вот там губераторов прошли, давайте теперь займемся мэрами. Так, с мэрами, значит, разобрались, не со всеми. Ну, вот квоту выполнили, давайте теперь к замминистру перейдем. А теперь там, я не знаю, аппарат Госдумы, по трясу, тогда что, ну, уник, конечно, начинает нервничать. Он не знает, кто будет следующим, в какой, следующая кампания по борьбе с коррупцией, она в какой сфере будет? А вдруг в его? Но на самом деле, к большому сожалению, это не приводит к кардинальному снижению коррупции. Когда это реальная борьба с коррупцией, когда это реальная политическая задача, это гласный процесс. И обычно он происходит при большом давлении общества. Мне кажется, что в сегодняшних ситуациях это работает совершенно противоположным образом. А именно, кого силовики решили арестовать, кто-то коррупционер. А не тот, про кого мы знаем, что он коррупционер. То есть мы видим, что это такие специальные акции, которые должны продемонстрировать борьбу с коррупцией, а не являются борьбой с коррупцией. Мы видим, что потом это все выходит совершенно из-под контроля общества. Почему Васильевой там почти не дали ничего? Так что она, значит, не коррупционерка. И Сердюков, он коррупционер все-таки или нет? Вы мне скажите. Мы так этого не понимаем. Потому что все это закрыто, все это негласно. И в результате это оказывается просто рычагом для выяснения межелитных отношений и для переделов власти. В условиях отсутствия развития и ухудшения условий жизни, казалось бы, должно расти недовольство властью. Но несколько последних лет российский протест находился в глубоком унынии. Из-за жестокого преследования властью аппозиционеров. И, возможно, из-за отсутствия яркого информационного повода. И вот такой повод появился. 2 марта на портале YouTube был опубликован фильм расследования фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального «Он вам не Димон», набравший за короткое время миллионы просмотров. Этот фильм стал поводом для массовых выступлений протеста. Не бывало с декабря 2011 года. 26 марта акция борьбы с коррупцией набрала десятки тысяч протестантов. Выступления оппозиции 12 июня прошли более чем в ста крупных городах страны. Главной особенностью нового протеста стало активное участие в нем молодежи. У всех на глазах в России вырастает и набирает силу сословия несогласных, свободных людей, которые не только готовы не подчиняться сегодняшним правилам несвободы, но готовы создавать свои правила, то есть строить другое по своему образу подобию государства. Абсолютно логично, что движущей силой этого протеста стало молодежь, в том числе и приближающиеся к возрасту приятия политических решений школьники, уже вошедшие в этот возраст студенты. Они намерены обустроить страну не для кого-то, а для себя. Власть ответила на рост протестной активности массовыми задержаниями на митингах и проработкой молодежи в школах и институтах. Вряд ли этим удастся сбить накал протеста. Ведь не только молодежь, но общество в целом устало от этой власти. Люди, конечно, устали от того, как ведет себя власть. Ведет она себя наплевательски по отношению к нужным людей. Действует она в интересах, так сказать, олигархов и бюрократии. Это тоже, в общем, уже становится все более и более понятным. Есть глубокое разочарование вообще в том, что происходит в стране. Люди устали от пропаганды, которая, так сказать, падает на голову. У нас огромное количество проблем внутри страны, а основная, так сказать, тяжесть информационной политики вложится на внешнюю, на внешнюю, так сказать, сторону. Мы постоянно смотрим передачи про Украину, про Америку, про Европу, про что угодно, только не про то, что происходит в Российской Федерации. Закончилась первая половина 1917 года. Впереди летнее затишье, а осень начнется новая фаза политической активности, связанная с предстоящими выборами президента. Мы уже привыкли, что у нас государственная машина занимается подготовкой выборов главы государства. Но это абсолютный нонсенс. Такое невозможно в стране претендующе называться демократией. Но, похоже, в этот раз оппозиция сможет сломать эту традицию. Тем более, что определился безусловный кандидат протеста – Алексей Навальный. Это на его призыв вышли люди в более чем 100 городах страны. И это он создал свои предвыборные штабы в 50 регионах. Да и у самой власти выбор непростой. Допустить Алексея Навального к выборам – значит, есть опасность его победы или, по крайней мере, консолидации вокруг него половины страны. Не допустить – поставить под сомнение легитимность выборов и, значит, соответственно, отношение к новому президенту как в стране, так и особенно за рубежом. На что решится власть – узнаем осенью. А наши съемочные группы прощаются с вами. В летние месяцы мы повторим наиболее интересные диалоги из фонда Орин ТВ. Смотрите нас на 21-м телевизионном канале, видеохостинге YouTube, в кабельных сетях r-telecom.ru, в сайте Орин Дэй. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова